Ожидая пароход, Сергей разбудил меня в 5 часов утра, но пароход пришел только в 11 и оказался такой ничтожной скорлупкой, что когда он подходил к берегу, то я невольно рассмеялась. Здравствуйте! Сегодня мы читаем воспоминания жены художника Сергея Иванова и возвращаемся на 130 лет назад, в самое начало 1890-х годов. Играет леший на дуде, и синеглазый, и рогатый, перед картиной темной, где, задумываюсь, виновата. Пароход, показавшийся мне скорлупкой, принадлежал самарскому купцу Мясникову и был предназначен для сбора рыбы от рыбаков. Как нам рассказали, в этих местах какой-нибудь капиталист обыкновенно снимает на целый сезон плес, и вся рыба, выловленная на этом плесе, считается как бы его. Вот и этот Мясников арендовал у города часть Волги от Усолья до Ширяева и, в свою очередь, сдал ее рыбакам. Уже рыбаки, заключившие договор с Мясниковым, продавали ему всю рыбу заранее выговоренную цену. Так, за шестивершковую стерлядь он платил им 10 рублей за сотню, а за оршинную 2,5 рубля за штуку. С этой целью за пароходом ходила специальная лодка, называемая прорезью, куда и погружали всю взятую от рыбаков рыбу. Когда мы садились на пароход, шла приемка рыбы от рыбаков. Мелкую брали во счету, а крупную здесь же и мерили. Когда с этим делом была покончена, пароход пошел к Самаре, и пароходный рабочий предложил нам ухи. Мы ответили согласием, и тогда он принес нам ухи целое блюдо рыбы. Признаться, я еще никогда не ела такой крупный и вкусный стерлядь. Надо удивляться, как люди умеют все использовать себе во благо. Этот пароход делает три рейса в неделю от Самары до Ставрополя. Идя вверх, он берет в прорезь грузы и доставку мелких судов. А когда возвращается обратно, объезжает всех своих рыбаков, которых у него до двухсот человек. И привозит в Самару несколько тысяч стерлядей. Самых крупных из которых отправляют в Казань, а иногда и в Москву. Приехавшие в Самару, мы остановились в номерах Батулина на Алексеевской площади. И Сергей пошел на почту узнать, нет ли для нас писем. А вечером мы ходили гулять в Струкский сад. Там была страшная теснота и толкотня. Но Сергею очень нравится Самара. И он говорит, что не прочь пожить бы здесь несколько месяцев. Художник Сергей Васильевич Иванов родился в 1864 году. Его мать, Софья Сергеевна Марочева, происходила из небогатой дворянской семьи, когда-то жившей в селе Марочевка, Самарской губернии. Именно поэтому художник часто бывал и в Самаре, и в самарских краях. Ни раз и не два писал и Марочевку, и Маркваши, и Ширяева, и другие близлежащие села и деревни. Первые сведения о поездках Иванова в Самарскую губернию относятся к началу 1880-х годов, когда он, 19-летний юноша, учился в московском училище живописи, вояне и зодчества. Тогда же была написана его первая картина, в основу которой были положены самарские впечатления, а в пейзаже легко узнавались окрестности Марочевки. Знакомство с Волгой привлекало его все больше и больше, вспоминала впоследствии жена художника. Да и сам край, во многом еще напоминавший описание Аксакова, был ему по душе. Усадьба села Марочевки была расположена на берегу озера, растянувшегося на несколько верст и окруженного лесом. Одним словом, настоящий рай для художника. Что в Самаре хорошо и интересно в художественном отношении, так это Волга, а главное пристань. Пристань здесь так разнообразна, что бродить по ней можно целые часы. Мы ходили, заглядывая на разные баржи, пришедшие сверху с посудой, и купили игрушек и всякой другой забавной мелочевки. Какая здесь масса судов, и все разнообразных, и беляны, и барки, и дощаньки, еще много-много других, и все красивых, все живописных. А какие люди, какие характеры и фигуры, так бы и писал целыми днями. Вот тут посуда и щепной товар, там горами навалены рогожи, а еще выше обжорный ряд, где днюют и ночуют те, кто живет здесь на пристани. Ну а еще выше гостиницы, откуда гремит музыка, и куда сносятся все гроши, с таким трудом, заработанные крючниками и бурлаками. И везде жизнь, везде движение и суета. Вот какие-то обтрепыши с припевом ворочают лодку. А вон спускается обоз. Лошади еле-еле ползут, хомуты упали им на головы, а тут навстречу пролетка с каким-то субъектом. Лошади сворачивают в сторону, и обоз чуть не падает. Крик, шум, забывание торговок. А как интересны все эти постройки из дощечек и старых ящиков. Там что-то строгают, там пьют чай. И все это сверху залито знойным летним солнцем. Поднявшись выше, а в город, видишь в середине реки стоящие нефтяные баржи, возле которых постоянно визжат пароходы. А еще дальше левый берег, постепенно становящийся гористым. Там, вдалеке, на горизонте, горы сходятся, образуя так называемые Самарские или Жигулевские ворота. На Алексеевской площади, где расположена наша гостиница, можно видеть памятник императору Александру Второму, поставленный на средства города и на пожертвования. Памятник показался нам несерьезным в художественном отношении. Государя окружают какие-то длинные малоголовые фигуры, очень плохо вылепленные. Сама же центральная фигура и вовсе комична. Кругом памятника разбит маленький сквер, где постоянно толкается народ. В большинстве крестьяне, больше всего, зрители занимают лапти на фигуре, под которыми золотыми буквами выведена подпись 19 февраля 61 года. Лучшая улица в городе называется Дворянской. Но улица эта узка, а тротуары по бокам ее просто скверные. Нам, не самарцам, это хорошо видно. А сами самарцы, кажется, думают, что иначе и быть не может. На Дворянской много красивых домов и магазинов. Но вот книжных нет совсем. И это тоже бросается в глаза. Жизнь в Самаре, говорят, довольно дешево. И можно всего за 12-15 рублей снять прекрасную квартиру из трех комнат. И это, и другие обстоятельства так и соблазняют Сергея пожить здесь несколько месяцев. Я пока еще сомневаюсь, но, наверное, соглашусь с ним. Но вот что в Самаре совершенно необходимо иметь, так это фотографический аппарат. Как соблазнительны, например, фигуры монахинь-сборщиц, толкучихся возле пристаней и около гостиницы. Прав. Тысячу раз прав Сергей, который говорит, что нет глупее положения художника, который видит все это и не может ничего сделать. Днем мы ходили на Троицкий базар, представляющий собой толкучку, где продается всякий щепной товар, железки и зелень. Там я попробовала желтую икру, так называемую щучью, которая оказалась не только соблазнительной на вид, но и очень вкусной. А вечером мы еще прошлись по дворянской, жизнь на которой затихает очень-очень рано. Только изредка можно увидеть какую-то запоздавшую пролетку или услышать под воротами смех и разговоры. Не дожидаясь полуночи, стихла даже музыка находящегося неподалеку от гостиницы Паноптикума, где, как рассказывал нам накануне встречный нами наш дядюшка, иногда показывается Клеопатра или Папа Пьевятый, ворочающий головой. Где, как ни на Волге и ни в Марчевке, наслушался он о Пугачевщине, напишет позже жена художника Сергея Иванова. И здесь же он узнал о своем прапрадеде, коменданте крепости Магнитной, история которого очень напоминала Пушкинскую повесть. Сколько раз, проезжая по Волге, он посещал село Маркваши, где когда-то жила его бабушка. А проведение через Марчевку железной дороги вызвало неоднократные поездки в Оренбург, откуда Иванов всегда возвращался с массой новых впечатлений и набросков в альбомах. Эти впечатления легли в основу написанной в 1898 году картины «Суд над Пугачевым». Вставшие на следующий день рано утром, мы увидели Самару всю разукрашенную флагами по случаю царского дня. Флаги здесь ставят прямо на тротуары и привязывают их к афишным тумбам. Сергей взял с собой ключ, поэтому долго в ожидании его и я бродила по улицам. А около 10 утра мы были уже на пристани и ждали пароход, который, как всегда, запоздал. Уехали мы из Самары только в час дня. А все время до этого бродили, беседовали с бурлаками, с самим хозяином парохода Мясниковым и пробовали стерляжью икру прямо из стерляди. День был чудесный, и все время от Самары до Ширяева мы провели на палубе. Признаться, виды здесь такие, что от них почти невозможно оторваться. Как невозможно оторваться, например, от горы, которая называется Козьи Рожки. Отсюда начинаются каменоломни, а все горы внизу покрыты лесами и кустами. Верс через пять горы на правой стороне отходят от Волги, а зато левый берег становится гористым. Там мы вышли в Волошку и пошли по ней. Потом снова вернулись в Волгу и снова в Волошку. Кажется, ничего лучше этого путешествия в нашей жизни просто не было. Задумываюсь виновата перед картиной темной, где и снеглазый, и рогатый играет леший на дуде. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова